Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. О благоустройстве и безопасности городских пляжей говорим сегодня. О том, как поддерживается чистота и порядок в общественных местах отдыха и что грозит нарушителям, расскажут руководитель управления гражданской защиты Владимир Мостовой и начальник отдела управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев. Здравствуйте, Леонид Вячеславович, Владимир Викторович. Ну, конечно, старту пляжного сезона предшествует работа, и, наверное, большая, немалая. Мы видим, что идет подготовка. Скажите, вот с точки зрения благоустройства, обеспечения инвентарем и так далее, вот что предшествует открытию пляжного сезона? И как он начался в этом году? Была ли какая-то специфика, особенности, или как все, как обычно? Нет, специфика в этом году была, потому что был большой паводок, держался он достаточно долго по сравнению с предыдущими годами, поэтому вот подготовительные работы несколько были звенуты во времени. Это было связано с тем... В сторону начала или ждали, когда паводок закончится? Да, ждали, когда спадет паводок, потому что предварительно необходимо убрать территорию будущих пляжей, и как до паводка, так и после паводка, завести песок, сделать его планировку, согласовать данные работы с управлением Росырболовства. И каждый раз песок чистый, да? Безусловно. Это требование санитарных правил, что ежегодно на территории пляжа должны подвозить свежий песок, его ровнять, территория пляжа должна быть свободна от каких-то ям, выбоин, должна производиться уборка и акватория пляжа, то есть убираются все крупные предметы, камни, производится стрижка водорослей подводных и так далее. Да, совершенно верно. После этого идет водолазное обследование акватории. Это нужно для того, чтобы, во-первых, посмотреть безопасные места для купания, потому что если вдруг обнаруживается на рельефе какая-то яма или там водоворот, после этого на территории самого пляжа устанавливается предупредительная табличка о том, что в этом месте купаться не рекомендуется, и определяются места для будущих детских пляжей, поскольку глубина там должна быть не больше, чем метр двадцать. Но нигде же у нас не написано, вот это детский пляж, а вот это для взрослых написано. Написано. Детский пляж, он огораживается непосредственно на самой воде и на территории песка. Есть небольшие заборчики, там стоит детское оборудование, поэтому те родители, которые приходят с детьми на пляж, могут не только сами искупаться, но и занять чем-то детей во время обеда. А санитарное содержание, вот конкретно воды, вы тоже с кем-то сотрудничаете? Обязательно, да. Перед открытием пляжа берется забор и воды, и песка, и только при наличии положительного заключения об отсутствии каких-либо противопоказаний дается дальнейшая работа, начинается по приемке самих пляжей. Без этого никак. Понятно. А с точки зрения обеспечения безопасности, кажется, это вот такое безопасное абсолютно место, пляж, все на виду, люди отдыхают. Какие риски вообще существуют, и как готовятся пляжи с точки зрения вот этой? Вы знаете, тут, в общем-то, настолько комплексный вопрос. Вот так вот ответить, что один-два риска нет. Я бы сказал, что рисков больше, чем можно даже предполагать, понимаете? Ну, вот так вот, на вскидку наш, ну, там, допустим, перечислен первый риск. К сожалению, многие отдыхающие не отдают себе отчета о том, что температура воздуха, допустим, 30 градусов, а температура воды 18 градусов. При таком большом перепаде температуры, если человек не совсем, ну, так будем говорить, крепкое здоровье, если он нырнет в эту холодную воду, вполне возможно, сердечно-сосудистское заболевание страдает, срабатывает, ну, сами понимаете, неприятности. Это один, так сказать, из рисков. Другой риск бывает, что когда на солнце перегреваются, такое тоже случается очень часто, особенно с детьми и с женщинами. Мужчина как бы покрепче в этом вопросе. Да, это тоже риск. Риски бывают, в каком плане еще опасны, что теряют детей. Это тоже отношу к системе ситуации с рисками. Вот недавно девочку, одну спасатель, она ее, наверное, час, она у них была в вагончике, пока не нашлись родители. Хотя по всем пляжам ходили, объявляли, пожалуйста, вернитесь, так далее, так далее. То есть рисков много. Что делается в этом плане для того, чтобы как-то это исключить? Ну, первое, висят везде вывешенные аншлаги, благодаря департаменту городского хозяйства, о том, что это можно, это нельзя. Но не все читают, что можно, что нельзя, к сожалению. Это тоже один из рисков. Вот это вот культура уже, да? Это культура. И нужно профилактически как-то к этому людей приучать. Профилактически приучать, да, приучаем. За этот только месяц неполный, вот по сезону купальному, я могу сказать, ну, наверное, ст. 6 выходила у нас только в средствах массовой информации. Я уж не говорю там про интернет, про интеррассылки и так далее, и так далее. Были памятки изготовлены, проводились занятия в школах и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все равно, к сожалению, культура поведения еще не всегда соответствует нужному уровню. И что приводит к жертвам? Что приводит к жертвам? Перебью, вот уже печальная статистика есть уже сначала? Есть, есть печальная статистика. И, в общем-то, может быть, ну, постараюсь сказать, в чем вопрос. К сожалению, за этот сезон есть один погибший на городском пляже. Но, вы говорите риски. Как можно было вот такой риск предусмотреть, что одно из медицинских учреждений направило автобус в туристическую поездку. Ну, я так полагаю, что им не разрешали заезжать на пляж. Но, тем не менее, они заехали на пляж. Там была сопровождающая инструктор, было два волонтера сопровождающими. Ну, пришла эта группа на пляж. Не буду называть медучреждения, но люди, в общем-то, довольно-таки больные приехали туда. Ну, надо было хотя бы подойти к старшим, там, по посту старшина, попросить его о помощи. Ну, подошли бы как-то. Зашли в воду 20 человек, вышли с воды 19 человек. Вот к какому это можно? Хотя вот организованная поездка, казалось бы, да? Организованная поездка, но это недосмотр тех людей, которые вот с этими... Отвечают непосредственно за них. Вот это как вот, ну, это же, казалось бы, наоборот, сделано все для того, чтобы не допустить жертв. Жертва есть. Да, я обратила внимание, еще в этом году очень много появилось табличек для инвалидов. И места для машин, стоянки, и даже вот пляжи предусмотрены. Это... Для людей с ограничениями здоровья, да? Да, у нас департамент найденного, Светлана Николаевна, это вот благодаря ей, да, они это место оборудовали, они оборудовали, конечно, департамент помогал, принимал самое активное участие, это я могу подтвердить, потому что мы работаем в одной точке, мы знаем, кто что делает, где происходит. Вот хотелось бы, знаете, что уточнить, насколько это востребовано, потому что вот я, проезжая, вижу, что вот места для парковки для инвалидов, они чаще всего свободны, а рядом все забито вот машинами, которые вот приезжают просто вот горожане. Они все-таки востребованы остаются эти места? Вот нет какого-то такого диссонанса, который... Нет, ну они востребованы, конечно, понимаете, ну ладно, сейчас инвалида нет, а через час он подъедет. Понятно. И занять его... Главное, чтобы было. Да, занять его место, это будет не совсем корректно, я считаю, и неуважительно, поэтому если уж стоит табличка, что это место для инвалида... Надо обращать внимание тоже. Надо обращать внимание, и нормальный, здоровый человек, он может и за кварталу отогнать машину, поставить ее и прийти покупаться, а инвалид так не может. Да, понятно. Ну давайте вернемся к началу кампании пляжной нынешней, посмотрим сюжет и продолжим разговор. Солнце, воздух и река – лучшие летние друзья самарцев. Конечно, если от солнца есть защита, а вода в реке чистая. Спасательные посты на всех городских пляжах были установлены в срок 15 июня, согласно постановлению администрации города. Эту дату считают началом купального сезона, потому что отдыхающие под контролем спасателей. Параллельно завершается благоустройство самарских пляжей и проводится их приемка специальной комиссией. По результатам осмотра будет выдан акт технического свидетельствования на эксплуатацию пляжей, который дает право с этого момента считать, что пляжи готовы к тому, чтобы они были введены в эксплуатацию, и их пребывание людей на этих пляжах в данный момент безопасно. Серьезных нарушений комиссия, проводившая сегодня осмотр пляжей на первой и второй очередях набережной, не выявила. На месте устраняются мелкие недочеты, как, например, изменение расположения навесов грибков, мешающих наблюдению и выходу спасателей на воду в случае необходимости. В итоге оба пляжа успешно прошли техническое освидетельствование. Но первый акт был выдан еще 15 июня, когда приняли новый пляж на Мострюковских озерах. Он работает в периоды проведения форума Иволга и Грушинского фестиваля. Всего в этом году 9 пляжей, где устанавливаются 1700 единиц оборудования. В том числе кабинки для переодевания, скамейки, теневые зонты, мусорные баки. Традиционно подведена вода для мытья ног. На пляжах будут работать около двух десятков биотуалетов. Оборудованы детские зоны с ограждениями. Ориентировочно на 21 июня намечено открытие специализированного пляжа для маломобильных групп населения на набережной под Некрасовским спуском. Но главное налажена работа спасателей, которые досконально знакомы с рельефом дна. Они дежурят на всех линиях пляжа во взаимодействии с областной поисково-спасательной службой. Всего будет работать, работает ежедневно в смене 50 спасателей. По всем восьми пляжам и в настоящее время на фестивальной поляне, где проходит молодежный форум Иволга, работает также пляж. Все спасатели уже работают не первый год, постоянно сдают перед началом работы, сдают зачеты официально и проходят обучение, инструктаж. Работают в целом добросовестно и спасли очень большое количество людей. В четверг спасатели на пляже Уладьи вытащили из воды нетрезвого молодого человека, который едва не утонул. Оказали помощь и отправили на обследование в больницу. Сегодня им тоже не пришлось скучать. Правда, помощь понадобилась не пловцу, а велосипедистке, которая неудачно затормозила. Мне надо было рано обработать. У меня ничего нет своего. Еще пока начало сезона велосипедного. Я еще наблюдала несколько дней назад, как устанавливали песок такой красивый, в этом году привезли. Отлично. Все. Представители администрации отметили, что сегодня получили результаты очередных проб Волжской воды в районе пляжей. Ее химсостав полностью соответствует всем санитарным нормам. Самарцы могут купаться спокойно под присмотром спасателей. В случае ухудшения качества воды спасатели вывесят черный шар и установят предупредительный аншлаг. Желтый флаг – свидетельство того, что в данном месте принимать водные процедуры можно без опаски. Да, вот смотришь на такую картинку, приятно становится. Из года в год все больше оборудования, внимания горожанам, отдыхающим. Но со стороны горожан такое ощущение, что все воспринимают это как должное и не все как-то благодарны, что ли. Потому что придешь на пляж, тут и окурки, тут еще какие-то нарушения, кто-то там пиво сидит, пьет, несмотря на то, что там можно, нельзя, кто-то там покуривает и так далее. Вот от горожан, от отдыхающих, что требуется и как вы с этим работаете? Потому что все-таки должна быть какая-то общепринятая норма поведения, которую не стоит нарушать, потому что это общее место отдыха, общественное. Да, ну разумеется, все требования, которые предъявляются к отдыхающим при посещении пляжей, они вывешены на каждом пляже. Установлен информационный стенд, где написано все, что можно делать на пляже, что нельзя делать на пляже. Конечно, первое, с чем мы сталкиваемся, это есть факты вандализма в отношении пляжного оборудования. Здесь начинается от банальных просто надписей на тех же кабинках для раздевания или скамейках до поломки самого оборудования. Как вот недавно у нас в конце июня случился факт такой, достаточно неприятный, на нескольких пляжах города было повреждено пляжное оборудование. Причем многое из них было повреждено таким образом, что оно уже не подлежало восстановлению и пришлось его просто демонтировать и заменить на новое. Плюс, разумеется, сейчас большие проблемы у нас доставляют собаки, которые на пляже выгуливаются в утренние и вечерние часы. Много жалоб населения по этому поводу. А ведь пребывание животных на пляже, оно может в дальнейшем привести к нежелательному составу песка. И тем самым пляж может быть закрыт даже, если вдруг там найдется какие-то паразиты или что-то в песке. И поэтому желательно, чтобы жители не выгуливали животных на территории пляжа. Об этом, кстати, есть предупредительные таблички. А вот такого прямого запрета нет? Есть. Есть, да? И все равно выгуливают? Прямой запрет существует, да. Причем за это предусмотрена административная ответственность даже. Поэтому человек, который гуляет с собакой, должен знать о том, что в любой момент к нему можешь подойти. Или присоединить административные комиссии, либо полицию. И составить протокол административного правонарушения. Поэтому вот хотелось бы, чтобы все-таки соблюдалось это требование. Ну и разумеется, сам мусор. Ну у нас на пляжах установлены мусорные баки для сбора твердобытовых отходов. Ну понятно, что по сечении пляжа связано там люди берут с собой еду и напитки, и воду. И все это необходимо куда-то утилизировать. Есть специальные мусорные баки, которые минимум два раза в день убираются. Потом складируются контейнеры. Если у нас жаркая погода становится, то, соответственно, периодичность уборки увеличивается. Созмеримо количество людей, которые посещают эти пляжи. Да, ну вот хорошая организация. Как-то вот все равно все организовано. А за что все-таки вот такие люди, которые не понимают, что нужно порядок поддержки и чистоту, могут подвергаться штрафам, наказанию административному, Владимир Викторовичу? Что запрещено? Вот еще раз во всем услышании, потому что кто-то может сомневаться, что бутылочка пива может и не повредить. Нет, вот бутылочка пива как раз повредит. Не будет никому. Повредит и будет от нее страшно. Ну, во-первых, сам человек, он будет в нетрезвом состоянии. Хотя и бутылочка пива. А потом не исключено, когда эту бутылочку пива бросают, она где-то разобьется. Тут ходят дети, женщины. Ну, как вот можно допустить, чтобы появлялось стекло? Правильно коллега говорит? Стараются, убирают. Вот можете подъехать к любому пляжу. Я утром еду, если в администрацию на совещание, я останавливаюсь, обязательно пройти посты посмотреть. Я же вижу, там трактор идет, там его грузят, убирают, волонтеры грибут, так далее, так далее. Но до тех пор, правильно вы говорите, пока сами мы не будем за собой смотреть, ну, при всем желании, не наведет кто-то за нас порядок. Поэтому, конечно, даже бутылочка пива, она за собой лечет очень многие неприятности. Мы перед открытием купального сезона проводим всегда совещание и готовится план взаимодействия. Этим планом взаимодействия предусмотрено, что, допустим, наши городские все службы там задействованы, областная служба спасения задействована, обязательно ГИМС задействуется и никогда не обходится без полиции. Поэтому у нас четко с ними отработан вопрос, если что-то происходит на пляже непотребное, или вплоть до того, что даже люди откуда-то пришли в нетребном состоянии, начинается мат-перемат, а здесь находятся дети, то спасатели имеют все номера телефонов, кому можно тут же немедленно позвонить, и поверьте мне, полиция реагирует моментально. Моментально, да. И уже полиция принимает решение, что нужно сделать с этим, назовем его, отдыхающий дебошир. Это полиция примет решение. Конечно, административные наши комиссии работают, но они с пьяным человеком не будут взаимодействовать. У всех свои полномочия. У всех свои полномочия. Кстати, вот дружинники подключились, идет такая активная компания. Они как-то принимают участие по пляжам, по набережной, вернее, ходят? Нет? Или нет? Принимают. Принимают они участие. Но тут надо понимать, что не мы, допустим, выставляем посты полиции, а выставляет полиция. Да, они сами уже смотрят. И полиция решает, на какой пост дружинника усилить или не усилить. Это, в общем-то, от них зависит. Ну, зачастую есть, зачастую, может быть, силами полиции обходятся. То есть, по-разному происходит. Вот на днях произошло очередное совещание по безопасности на воде, так скажем. Вы принимали там участие. Скажите, каким выводом, решением пришли? Вот что сегодня в разгар пляжного сезона волнует? И вас, как службу, и вот самих, может быть, органов? Значит, я понимаю вопрос. Нас больше всего на сегодняшний день волнует. Вот одна проблема. Смотрите, общий купальный сезон мы можем как бы поделить на две части. Есть пляжи, которые оборудованы, в которые вложены деньги горожан, которые поставлены на оборудование, дно исследованы и так далее. Это вопрос о безопасности. Как правило, на оборудованных пляжах в разы происходит меньше неприятностей. И есть вторая часть. Это пляжи, которые не оборудованы для купания. Вот на этих пляжах, на сегодняшний день, только в сегодняшний период купального сезона, произошло восемь случаев, когда люди утонули. Восемь, понимаете? А там можно установить какие-то таблички? Можно. Хотя бы, чтобы люди понимали, что здесь нельзя. Можно. Но, значит, вот на сегодняшний день, опять же, управлением гражданской защиты установлено в таких вот местах, как мы говорим, несанкционированного купания, 15 знаков. Есть этот знак, он по ГОСТу, значит, соответствует определенным требованиям, изготовлен он на металле. Этот знак мы там выставляем. На зиму, конечно, его снимаем, чтобы не потерять. Весной обязательно его выставляем. Глава на одном из совещаний городского округа Самара дал команду главам всех внутригородских районов. И вот за прошедшую неделю, о чем вчера отчитывались на видеоконференции, главами районов были предприняты меры. Они тоже где считают необходимым, они изготовили знаки, ну, пусть не на металлической основе, это какое-то там другое, может быть, но на сезон хватит. Тоже повыставили такие знаки. Хотя лучше на металлической, потому что вернемся к случаю с вандалом. Я хочу предложить посмотреть сюжет. Еще раз сказать горожанам, что таких ситуаций допускать нельзя, потому что эти деньги из бюджета, из наших с вами кошельков, и тоже разломанное оборудование будет компенсировано, восстановлено, и даже новое установлено за наш с вами счет. Смотрим сюжет. Раннее утро на пляже у загородного парка не время для отдыха. Здесь ведутся ремонтные работы. За выходные вандалы разрушили почти все оборудование. Что-то можно починить, а что-то восстановлению уже не подлежит. Сломали информационную табличку с названием пляжа и часами работы. Далее поломали лавку, оторвали брусок для костра, ну, розжига. Написали на раздевалках, на лавочках, то есть испортили имущество. Пару лавочек оттащили в кусты, то есть как мебель передвигают, как у себя дома. Пляжный сезон в Самаре открылся всего неделю назад, но за это время от рук вандалов пострадали уже несколько пляжей. Где-то лавочкой пытались разжечь костер, где-то сломали крышу туалета и устройство для мытья ног, где-то разбросали содержимое мусорных урн. В предыдущие годы, в основном это наблюдалось уже к концу сезона, когда на пляжах было мало людей, то есть это сентябрь, конец августа, то в этом году, уже в самом начале купального сезона, эти факты отмечаются. Поэтому лето только началось, пляжный сезон только в самом разгаре, и хотелось бы все-таки, чтобы все это оборудование, оно оставалось на пляжах до конца эксплуатации. Впереди еще несколько месяцев отдыха, поэтому проводить время на пляже с комфортом или среди обломков когда-то нового оборудования – выбор за самарцами. Городские власти просят горожан бережнее относиться к общественному имуществу и не оставаться равнодушными, препятствовать преступлениям вандалов на самарских пляжах. Если нарушителей удастся поймать, им грозит административная ответственность и штраф. А пока испорченное оборудование подрядчики восстанавливают за свой счет. Еще один страшный случай произошел на воде буквально недавно, да, вот с суднами столкновений, травм, человеческие жертвы. Скажите, а кто работает вот в этом направлении? ГИМС. Не просто вот плавающие там… ГИМС. Это, да, это федеральная структура, это, ну, будем так говорить, ГАИ на воде. Ну, ГАИ, по-старому говорю, на воде. Это они разбираются, они этот контролируют. Конечно, случай дикий, явные нарушения со стороны этого маленького судна, где были погибшие. Хотя восход он и сигналил, и пытался, и все, ну, как, такую махину не остановишь ее за 2 секунды. Вот поэтому человеческие жертвы. Это опять же к вопросу о нарушениях, которые мы сами допускаем. Тот же человек, который заплывает за буйок, кто же может столкнуться с столкновением? Конечно, может столкнуться. С судном, хоть… Мы таких людей, которые пытаются переплыть в Волгу, ну, я вам скажу, за этот сезон уже человека 4-5. Их с середины фарвайтера оттуда брали, привозили их на берег. Ну, некоторые спасибо говорили, а некоторые, которые находятся в неадекватном состоянии, они даже спасибо не говорили. Хотя, если бы их туда не успели, не забрали, была бы беда. А как в течение всего пляжного сезона поддерживается порядок? Вот что департамент делает в качестве ежедневных работ, а может быть, вот раз там в какой-то период? Я вот… Удивительный такой сюжет. По-моему, может, раньше и стригли водоросли, но как-то не часто об этом говорили. Вот это действительно происходит? Да, это происходит действительно. Водолазные обследования проводятся с периодичностью раз там 7-10 дней. Это связано с тем, что необходимо доставать со дна все крупные предметы, те же бутылки, камни и все, что может быть на дне в результате движения водяных масс. И, соответственно, сами водоросли в зоне заплыва, то есть в зоне бойков, никаких водных растений быть не должно, потому что это может привести к тому, что укупающийся может запутаться в них и привести к несчастному случаю. Поэтому эти работы проводятся регулярно. У нас есть пляжи, на которых водоросли растут быстрее, на каких-то они мало где отмечаются. Это связано с рельефом дна, с температурой воды. Там есть масса факторов. Вот на Красной Глинке много водорослей всегда. В этом году в районе Красовского спуска, в районе Лади, Четвероточек набережная, буквально прямо недавно были предназначены работы по стрижке водорослей. Да, ну и как-то тоже отдыхающих нужно об этом предупреждать, чтобы не было исполга. Они часто, кстати, сигнализируют об этом. Вот я как раз хотела спросить про взаимодействие. Все-таки нельзя с одной стороны все время наказывать, нажимать, учить, воспитывать и профилактику проводить. Нужно как-то все-таки взаимодействие какое-то проводить. У нас жители очень активно принимают участие в подготовке пляжей к купальному сезону. В ходе того, что говорят, делают им установить скамеечку и зонтик, было это такое, потому что многие приходят ежегодно на одно и то же место. И хотя бы там стояло именно их скамеечка, их зонтик, мы стараемся идти навстречу таким пожеланиям. И про все, скажем так, пожелания, нюансы, недочеты все оперативно сообщается. Во-первых, на пляжах установлены таблички с телефоном организации, которая обслуживает этот пляж. Поэтому любой отдыхающий может позвонить по этому номеру и сказать свои замечания, чтобы он хотел там устранить. Ну и непосредственно есть телефоны в департаменте, куда-то тоже я считаю очень важно. Такая, чтобы была обратная связь, взаимосвязь. Давайте посмотрим сюжет про стрижку водорослей, так его называем. И у нас совсем немножко останется времени, чтобы закончить. И водолазы с косами стоят. Оригинальную картину наблюдают Самарцы на пляже. А для Вениамина Беркаева такое дополнение к водолазному снаряжению дело привычное. Что растет на дне речном, знает не понаслышке. Дайвинг на Волге для него не развлечение, а работа. Трудится в связке с напарником. Один косит, другой подстраховывает. На глубине до двух метров на площади до Буйков борется с водорослями. Каждые 10 дней водолазы проводят очистку волжского дна в районе пляжей. Убирают скопившийся мусор и косят разросшиеся водоросли. После чего вот эту водную растительность прибивает к берегу, где ее уже подхватывают уборщики. Как говорят водолазы, приходится не только косить, но и убирать. В основном бытовой мусор. Его за раз поднимают со дна около двух кубометров. Но бывают находки и покрупнее, обычно к концу пляжного сезона. Чтобы поднять такое, приходится повозиться. Большие находим скамейки, то есть молодежь видимо очень веселится и сбрасывает это все в воду. Раздевалки, урны, бочки. Сколько килограммов водорослей собрали и не считают. Зелень с пляжей вывозят мешками. В жару выходить на покос приходится чаще. Внеплановые погружения совершают и по обращениям любителей пляжного отдыха. Это безопасность людей в первую очередь, так как плывет человек, он может ногой запутаться, я не знаю, как-то испугаться. Чем жарче, тем быстрее водоросли растут. Соответственно, тем чаще мы косим. От мусора и тины воду почистили, а вот сама вода не везде отличается кристальной чистотой. По итогам последней проверки проб воды пока не рекомендовано купаться на пляжах Уладьи, на спусках улиц Советской Армии, Ленинградской и Маяковского. Вот мы активно обсуждаем сюжет, потому что ситуация меняется каждый день и так далее. И казалось бы, о всех правилах элементарных, о поведении на воде, на пляже и так далее, все наслышанные знают, но тем не менее, вот случаи и трагичные, и всякие продолжают происходить. Вот что делать? Как напомнить и что еще можно сказать людям? Ну, пользуясь случаем, мне бы хотелось обратиться к нашим горожанам и попросить, убедительно попросить, что не надо купаться в местах неорганизованных для купания. Понимаете, вот это главная просьба, за которой стоят человеческие жизни. Я ведь не выдумываю и не беру, допустим, из головы эти же цифры. Вот на сегодняшний день, за время вот этого купального сезона, который у нас прошел еще далеко не полностью, уже погибших 8 человек в местах неорганизованного купания. Но никто не окажет там помощь. Никто. Никто. Это надо понимать. И особенно родителей, которые приходят туда купаться с детьми, прошу, ну вы, не надо допускать таких случаев. Идите на пляж, который специально оборудован, туда вложены деньги городские. Специально для людей сделаны, ну, может быть, не самые там шикарные условия, но я считаю, вполне хорошее условие, чистота, порядок. Ну, там нормально купайтесь. Это вот главная просьба, из-за которой, в принципе, если ее не выполнять, идут все остальные неприятности. Скажите, пожалуйста, расширяться вот зона таких пряжи благоустроенных планируется, расширение как-то, чтобы поменьше было трагических случаев? Ну, вот в этом году у нас появилась новая зона для купания в районе Мостряковских озер, правда, действовала всего один месяц на период проведения форума ИВУГа и Грушинского фестиваля. А так, обращений поступает много, но это принимает решение комиссии, то есть, необходимо осмотреть все территории. Понятно. И вот от нас вот все-таки меня беспокоит вопрос денег, финансов, что действительно вкладываются такие деньги в наше сложное экономическое время. И вот относительно оборудования пляжного, его можно перемещать, там, тяжелавки или что-то вот как-то, или это запрещено? Кто-то за этим следит? Какие-то... Вообще нежелательно, конечно, двигать оборудование, мало того, что много из них имеет уже под песком какой-то груз в виде там основы. И, во-вторых, каждое утро приходится выставлять это заново. То есть, многие ставят скамейки в воду, уносятся в лесную зону, чтобы делать там ангальную территорию. То есть, нежелательно это все делать. Ты даже хочешь сказать, не нежелательно, а как бы запретить бы все это. Потому что вот дома никому же мы не позвоним, чтобы к нам кто-то пришел, сосед, все переместил и ушел. Но это же общественное место, поэтому должны быть какие-то требования, принимая посещение именно общественных мест. Поэтому это не ваша личная территория. Это хорошо, вы приходите, отдыхаете, но сохраняйте все то, что там есть. Да, вот хорошее завершение нашей беседы, сохранять все, что сделано. Спасибо большое за то, что пришли, еще раз рассказали об этой проблеме. До свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok